Необходимости доказывать, что криминалистика – это наука. И нет необходимости доказывать, что судебная медицина связана с криминалистикой. Но обязательно надо напомнить о том, что первым понял это Николай Сергеевич Бакариус, и что именно его можно назвать основоположником криминалистического направления в судебной медицине. Это так было, и к этому стремился Николай Сергеевич. Для того, чтобы студенты-медики, занимаясь на кафедре судебной медицины, имели возможность заниматься вскрытиями мертвого человеческого тела, чего не всегда удавалось добиться, потому что месяцами не было вскрытий, невозможно было получить трупный материал, сам Николай Сергеевич еще в 1902 году принял на себя заведование трупным покоем, то есть, мы сказали бы так, городским моргом. И он занимался этим безвозмездно, он не получал за это заработные платы. И практически 19 лет он занимался этим, 19 лет он возглавлял городской трубный покой, но студенты имели возможность получать и работать в самом трубном покое, и получить трупный материал для работы на кафедре. Вот интересна вот такая деталь. Уже в 1915 году в трупном покое начал помогать работать Николай Сергеевич и его сын Николай. И это была его работа, он был делопроизводителем, и он получал за это деньги, то есть он уже становился тоже самостоятельным человеком, к чему Николай Сергеевич всегда стремился. Он всегда помнил, что когда-то еще Николай Иванович Пирогов сказал, что самая большая задача любого родителя – это воспитать своего ребенка настоящим человеком, быть человеком среди людей, говорил Николай Иванович Пирогов. И вот к этому стремился и Бакариус, воспитывая своих четырех детей, один из которых пошел в дальнейшем по его стопам. Ну, о семье мы немножечко расскажем попроще. Было Николай Ивановичу тогда лет 14, когда он начинал помогать Николаю Сергеевичу? 15-й, 15-й год. А он был в 1900-е, да? Он родился в 1890-м, он родился в 1899 году, то есть ему было 16-18, да, 16 лет. Надо сказать, что Николай Сергеевич, как неравнодушный, очень деятельный человек, о чем я уже говорила, он особенно сильно себя проявил в годы Первой мировой войны. Когда началась война, он, не будучи практическим врачом, он, тем не менее, занимался очень много вопросами, связанными с лечениями раненых, с разгрузкой санитарных поездов, с распоряжениями, куда направить тех или иных, тот или иной состав тех или иных раненых. Он понимал прекрасно, что в теперешнее время требует как можно больше получить квалифицированных санитаров, медсестер, дезинфекторов. И он занимался вопросом создания таких учебных курсов. Вот говорят о том, что под руководством Николая Сергеевича Бакалиуса в эти годы, в 2014-2015 год, из студентов университета, не только медицинского факультета, подготовлено было 500 санитаров, подготовлено было около 200 медсестер, подготовлено было 70 дезинфекторов. И он же занимался еще и вопросами борьбы с отравляющими веществами. И вот здесь вот можно видеть вот это официальное письмо. Это письмо по военным обстоятельствам, как написано, но по военным обстоятельствам было принято письмо. Это Комитета военно-технической помощи. Вот это письмо подтверждало, что Николай Сергеевич Бакариус является представителем этого комитета и направляется в Москву и Петербург для изучения работы комитетов по борьбе с удушливыми газами и с просьбой к тем, кто будет иметь отношение к продвижению Николая Сергеевича к этим городам, в его пути и в дальнейшем в работе в этих городах, помощи, которую могут оказать эти люди представителю Харьковского комитета, для того, чтобы потом, вернувшись в Харьков, он мог поставить эту работу и в Харькове на должную высоту. Вот Николаю Сергеевичу, казалось бы, в его вот этой очень такой настойчивой натуре все доставалось легко, но не так-то легко было иногда ему действовать с теми людьми, которые стояли во главе того или иного дела, особенно вот в эти военные годы. Вот была такая представительница Красного Креста, баронесса Рейдингер, которая по своему усмотрению, уничтожившись, умняшись, как говорится, решала, нужны эти курсы или не нужны эти курсы. И когда Николай Сергеевич говорил о том, что он провел подготовительную работу и уже есть люди, которые готовы заниматься на этих курсах, она вдруг объявляла о том, что такие курсы не будут, потому что они сейчас не нужны. Она брала на себя вот такую смелость утверждать. Это и Николаю Сергеевичу приходилось добиваться, добиваться от вышестоящих органов того, чтобы действительно такие курсы были открыты и чтобы они могли проводить свою просветительскую деятельность. Надо вам сказать, что, начиная издавать книги, он обратил внимание на то, что студенты судебной медицины учились по переводным изданиям учебников. И он поставил перед собой цель, что он обязательно создаст отечественные учебники и по судебной медицине, и по судебной медицине для юристов. Он поставил перед собой эту задачу, и он настойчиво шел к этой цели. Первая книга «Курс судебной медицины» там было написано в порядке изложения конспективного. Была написана им буквально вскоре после того, как он издал книгу об исследованиях вещественных доказательств. Это тоже был 1910 год. И вот что интересно, я, может быть, забегу немножечко вперед, но хочу сказать, что, наверное, и вот проявление вот этой его доброй души, вот такого доброго отношения, благодарного отношения к тем людям, которые помогали ему, оно всегда находило свое выражение в дарственных надписях, которые мы встречаем на очень многих книгах, написанных Николаем Сергеевичем Бакалиусом. В частности, вот первую книгу «Судебная медицина для медиков» вот в изложении конспективном была посвящена им матери, Софье Николаевне, которая жила в вместе с ним, и которой он посвящал эту книгу в знак сыновней благодарности и признательности за ее отношение к нему. В 1915 году им было задумано пятитомное издание судебной медицины для юристов. Он сумел издать только первый том, это был 1915 год. Вот этот первый том, вот даже если я назову вам его объем, вы поймете, какая это была огромная работа. Это в нем было около 800 страниц. Около 800 страниц с таблицами, с красочными рисунками, со всем. Для чего нужно было ему эту судебную медицину для юристов издать? Потому что он, если уже содружественную деятельность криминалистов и судебных медиков утверждал в своей деятельности, он не стремился к тому, чтобы и криминалисты имели достаточно знаний по медицине, которые могли помочь им в их криминалистической работе. И поэтому вот в этом первом уже томе там были сведения гистологические, физиологические, там были сведения о коже, о голове. И настолько эта книга была интересна, и настолько богатым был материал. Это был уже 1915 год, он ведь совсем недавно начал работать. Настолько она была богата тем опытом, который он уже накопил, что письмо ему прислал Анатолий Федорович Кони, который писал, что он живейшим интересом знакомится с этой судебной медициной и поражается тому количеству материала, который вмещен в эту книгу. К сожалению, она осталась только в одном томе. Ну вот оно, это издание, вот это его намерение издать такую книгу, оно выразилось только в одном томе. Но и этот том, он имеет практическое значение и до сих пор, особенно если те люди, которые имеют возможность с ним ознакомиться. В 2016 году, как я уже сказала, изданы были вот эти сведения для практических работ. И в это же время мы должны отметить, кроме того, что он работал в самых различных учреждениях, не медицинской, не подведомственными медицинским учреждениям. Он начал преподавать еще в конце 19 века, еще когда он начал работать у Грубе, он начал преподавать в Харьковской художественной школе, которая теперь является Академией дизайна и искусств. В этой школе он был первым преподавателем пластической хирургии. Им написан первый учебник по пластической анатомии для этой школы. Он преподавал здесь до 1911 года. В дальнейшем многие преподаватели медицинского факультета и в дальнейшем медицинского института, и теперь уже университета, они продолжают вот эту прекрасную деятельность Николая Сергеевича Бакариуса. И насколько я знаю, что многие из них, они достойны были похвалы и благодарности со стороны руководства этой школы в дальнейшем училище, теперь уже Академии. И вот эта наша тоже содружественная работа продолжается тем, что вы сейчас записываете наши рассказы, тем, что у нас на третьем этаже висят три больших портрета, в том числе и Бакариуса, которые написаны выпускниками Академии дизайна и искусств. В том числе и Бобина, который продолжал эту работу и преподавал пластическую анатомию. Совершенно верно. Вот обо всем мы говорим периода дореволюционного. Теперь нам предстоит поговорить с вами о том периоде, очень значительном и очень важном, периода после революции 1917 года. Единственное, чего я не сказала, говоря о дореволюционном периоде, это о его прекрасной работе в женском медицинском институте. И мой рассказ был бы неполным, если бы я об этом не сказала. Все вы знаете, все знают о том, что Николай Сергеевич Бакариус принимал активное участие в работе различных просветительских организаций. Мы говорили о том, что он работал вместе с Данилевским над народной энциклопедией научных и прикладных знаний. Ведь он вместе с другими представителями медицины участвовал в издании двух томов этой энциклопедии, посвященных медицине. Предисловие к этим томам написали два интересных очень человека. Данилевский и Гумнов Сергей Николаевич. Это прекрасный врач, который очень большую практическую работу в Харьковском медицинском обществе. Они писали, они объясняли, почему медицине посвящены два тома. Потому что они говорили, ведь без медицины многое в жизни невозможно. Что дает медицина? Медицина дает здоровье. Здоровье для чего нужно? Здоровье нужно для того, чтобы человек был богат. Для того, чтобы человек утвердился в жизни. Для того, чтобы человек мог принести пользу другим людям и принести пользу всему государству. И вот это говорит о большом учреждении медицины и объясняет, почему именно медицине посвящены были эти два тома, среди которых две статьи очень значительные были написаны Николаем Сергеевичем Бакалюсом. А когда в 1910 году Харьковское медицинское общество создало Харьковский медицинский институт, никого другого на должности заведующего кафедрой судебной медицины в этом институте, конечно же, не было даже и разговоров о том, чтобы был кто-то другой. Николай Сергеевич возглавлял кафедру судебной медицины. И мне хочется сказать и прочитать прямо на эту камеру слова благодарности, которые были высказаны выпускницами Женского медицинского института именно 1915 года. Николаю Сергеевичу в благодарность за его труд. Вы знаете, я куда-то иду. Сейчас я пока его открою как раз. Я пока его открою как раз. Я пока его открою как раз. 150 женщин, закончившие Женский медицинский институт в 2015 году, подписали этот приветственный адрес. И в нем сказано было следующее. Николай Сергеевич, мы закончили наши экзамены. Еще несколько дней и мы разъедемся в разные концы России. Великой многострадальной России. В тяжкое время вступаем мы в жизнь. И на пороге ответственной работы, которая ожидает нас, мы оглядываемся назад на наши учебные годы. И среди образов, связанных с ними, всех ярче, всех ближе нашему сердцу и нашей душе. Ваш образ, дорогой Николай Сергеевич. Ни чем приобрели вы нашу глубокую привязанность, что были добры к нам, той добротой, что только и могут знать большие сердца. Ни тем, что моральной поддержкой вашей вы облегчили нам экзаменационные волнения и горести. В вашем лице мы чуяли сердцем и видели разумом одного из тех людей, кем созидается в чистоте и в красоте ее духовная жизнь России. Мы видели в вас Учителя, у кого наука сливается с жизнью в гармоническое целое. И в полной тревоге момент, в котором открывается наша жизненная деятельность, воспоминание о вас будет нам светлой радостью. Вот такие слова написали Николай Сергеевич. Читать без волнения совершенно невозможно. Я думаю, каким надо было быть человеком, чтобы удостоиться таких слов. И я понимаю, как другие люди писали о нем. Ведь есть такие воспоминания у Николая Николаевича об отдельных, где-то открытка вложенная в цветы, где-то просто в каком-то выступлении прозвучали слова. Но они тоже касались Николая Сергеевича и тоже характеризуют его как человека с огромным сердцем, человека, который желал всем только добра. Вот в одном из букетов была положена карточка, где было написано «Красота цветов пусть будет отражением вашей прекрасной, чуткой души». А вот другое высказывание «Если есть в мире прекрасное, бесконечно хорошее и доброе, то я нашла это у вас». Вот такие замечательные слова были посвящены Николаю Сергеевичу Макариусу. Я не сказала о том, что в дореволюционную пору он проявил себя, хотел он этого или не хотел, и научным работникам, и ученым. Достаточно сказать, что он первый в 1911 году, первый в России произвел дактилоскопическое... Как это называется? Ну, что тебе скажу? Берти ласкать, бюро, бюро. Нет, это... Вот, сейчас, смотри. И да потом нужно будет вылезать в моем поиске, да? Да. Дактилоскопическая экспертиза. То есть без чего невозможна криминалистика. Он первый в России это сделал в 1911 году. А в 1904 году он издал книгу, которая была посвящена странгуляционной борозде. И вот в этой книге он показал, как можно узнать, прижизненно ли это было. Или это уже было сделано после смерти человека, что тоже было очень важно для криминалистики. И, наконец, вот в 15-м томе, о котором... То есть в 15-м году, в первом томе судебной медицины для юристов, вот он установил три периода трупных пятен. До него установлено были только два периода, а вот третий период открыт был Николаем Сергеевичем, и это впоследствии упоминалось во всех учебниках по криминалистике. То есть это все-таки доказывает, что человек, несмотря на то, что он и отрицал, что он ученый, тем не менее, вот эти вот признаки ученой работы, научной работы, в его деятельности, конечно же, обязательно проявлялись. И, наконец, теперь мы переходим уже к 1917 году. Как принял революцию Николай Сергеевич, мне трудно сказать. Может быть, он и не слишком на это отреагировал, потому что он занимался делом, он занимался работой. А новая власть, она ценила в нем, что это был безотказный в своей работе человек, что это был очень трудоспособный, трудолюбивый человек. И вот на этом, наверное, построено было то, что его не тронули никакие плохие стороны советских вот этих вот первых деяний. Ему оставили его квартиру. Нигде не написано о том, чтобы ее национализировали. Его не тронули, несмотря на то, что он был личным дворянином. Об этом написал Николай Николаевич Бакариус. Вот в своей автобиографии он пишет, что отец его, Николай Сергеевич, измещан в дальнейшем личный дворянин. Что такое личный дворянин? Это не обычный дворянин, который имел дворовое место, который имел поместья, свои людей, которые были у него в крепостной зависимости. Это зависело личный дворянин, это человек, который по своим достоинствам получал вот это звание. И был он дворянином, только он сам. Вот это дворянство, оно не передавалось его наследникам, оно умирало вместе с ним. Так вот, как раз Николай Сергеевич был личным дворянином. Мы не знаем, за что он был удостоен вот этого звания, но тем не менее оно у него было. Значит, уже и до советской власти ценили его достоинства, его работу, его деятельность. Но не важно. Важно то, что он и с новой властью, он начал, он продолжил вот эту деятельность, которая была связана с деятельностью судебной медицины плюс криминалистика. И он прекрасно понимал, что новая власть, которая пришла, она будет нуждаться в том, чтобы ей помогли создать новые органы, органы милицейские, чего не было до революции. Он прекрасно понимал, что могут стать новые задачи перед этими органами. И эти задачи будут связаны с подготовкой кадров для этих органов. И вот он в этом во всем принимал очень активное участие. Но достаточно сказать, что труд его был настолько оценен и признан его авторитет, что он был первым главным санитарным врачом, экспертом при новой власти на Украине. И здесь Харьков был тогда первая столица. И здесь начали создаваться все эти учреждения, все эти организации. Он участвовал в создании первых документов этой власти, вот как раз в области милицейской. Все инструкции, приказы, которые писались от имени этих новых органов, они обязательно проходили через его проверку. Созданы были наркоматы, народные комиссариаты, в том числе и народный комиссариат юстиции, народный комиссариат здравоохранения. И вот Николай Сергеевич принимал участие и в деятельности этих различных учреждений. И вот в наркомате здравоохранения, в наркомате юстиции был образован, в наркомате внутренних дел был образован специальный судебно-медицинский отдел, которым тоже руководил Николай Сергеевич Бакариус. И когда встал вопрос о подготовке кадров для этих учреждений, встал вопрос и о том, что это будут люди, которые совершенно ничего не знают ни в области судебной медицины, ни в области криминалистики. Это были люди, не имеющие высшего. Продолжение следует...